Первого Ярославского. Утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Друзья, доброе-доброе. Доброе-доброе. Доброе-доброе-доброе-доброе-доброе-доброе-доброе утро. У нас сегодня вторник на календаре, 14 ноября. 14 ноября. Месяц пока что не изменился. Даты только меняются, Ксюша, поэтому ты всё правильно сказала. Молодец, подготовилась. На самом деле на улице вообще потрясающая красота. Я понимаю, что, наверное, уже после эфира всё это поддает, но мы успели краем глаза зацепить снежок. Мне очень нравится. Краем тела, я бы даже так сказал, Ксюша. И краем тела, и краем головы успели, друзья. Из-за тонированной девятки она посмотрела. Поэтому сегодня однозначно добрый и хороший день. Сегодня вторник, напоминаю, 14 ноября, и сегодня мы с вами обсуждаем поезда. Объясню, почему поезда. Потому что сейчас очень много разных споров в отношении российских железных дорог. Действительно, у нас с 3 ноября отменили продажу плацкартных, да? На дальнее следование, да. Отменили поезда у нас. Поезда-то ходят, от продажи билет отменили почему-то. Ну и не почему-то, мы расскажем обязательно почему. Плюс ещё федеральная антимонопольная служба обязала все поезда, как бы, укомплектовать биотуалетами и кондиционерами. Вот тогда правильная идея. Да, только я уже прочитала то, что все непосредственно подрядчики против этого, потому что у них не хватает финансирования. А этот шурупчик этот вернут и, наконец, откроют вот эту створочку. Поэтому мы сегодня вам обязательно расскажем, что нас ждёт, и будем надеяться, что всё-таки появятся кондиционеры, и биотуалеты, и поезда нам всё-таки вернут, и плацкарты, соответственно, тоже. Ну а мы с вами сегодня будем говорить о поездах с точки зрения, любите вы их или нет, нравится вам в них что-то или нет, как часто вы ездите на поездах, да и в принципе, вообще. Правда ли, что попутчику в поезде вы рассказываете больше, чем лучшему другу? Звоните нам, рассказывайте по телефону прямого эфира 744-636. Групп ВКонтакте Первой студии. Разыгрываем сегодня сертификат «Звёздный зал Ярославского планетария». Так. И билеты на наши любимые цирковые шоки. Я думаю, что да, надо успеть, потому что у меня такое ощущение, что скоро они отправятся уже в другой город, покорять другие города. Не переживайте, мы ещё эту и следующую неделю будем это всё дело разыгрывать. А, две недели ещё будем? Да, да, да. Поэтому, друзья, звоните нам, 744-636, обсуждаем поезда. Ну а сейчас новости от неутомимого Серёжки Воронина. Давай, Серёга. Новости. ОРВИ наступает на области. Ярославль вошёл в топ-10 городов для путешествий в Новый год, и локомотив подписал новичков. Начало 8-го в Ярославле, а самом главном – прямо сейчас. Вспышка ОРВИ в Ярославле за неделю заболело более 5000 человек, и с каждым днём число больных возрастает. Такие данные приводят Роспотребнадзор. Однако, ведомости успокаивают данный уровень заболеваемости, соответствуют средним показателям прошлых лет. Об эпидемии пока говорить рано. Ярославль вошёл в топ-10 городов страны для путешествий в новогодние праздники. Лидером стал Сочи, затем идёт Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург и Ярославль. Рейтинг построен на запросах онлайн-бронирования отелей. В среднем сутки туристы платят за гостиницу в нашем городе около 4000 рублей. И центр-форвард Андрей Лактёнов возвращается в локомотив. Соглашение, рассчитанное до окончания сезона 2018-2019 годов. Также подписан контракт до конца текущего сезона с защитником Александром Хутузовым. А у другой оборонец Денис Осипов, к сожалению, покидает команду. А валюты доллар по Центральному банку 59 рублей 18 копеек, евро 68 рублей и 92 копеечки погода. Хорошо, как ты быстро. Друзья, сегодня в Ярославле ожидается пасмурная погода, снег. Днем температура воздуха составит 1 градус ниже нуля. И ночью температура не изменится, также минус 1. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая студия. Друзья, я вот сейчас смотрю на себя в подсмотр и вижу, как мне не хватает губ. Все-таки губы в эфире я буду себя возвращать. Ну расскажи еще о чем-нибудь. Почему нет? Друзья, на самом деле мы сегодня обсуждаем с вами поезда. Поезда, 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 мы просто хотим локомотивы, электрички. У нас есть очень много важной и нужной информации, которую, наверное, вам стоит знать с точки зрения того, что вы можете себе позволить в поездах, а чего вы не можете себе позволить в поездах. Самые крутые поезда, ну и наши истории, связанные с поездами, тоже обязательно озвучим. Ну а вы звоните нам, 744-636, группа ВКонтакте, Первая студия. Разыгрываем всего-то билеты в цирк и Ярославский планетарий. И у нас есть звонок. Доброе утро. Доброе, доброе. Здравствуйте, как вас зовут? Кеша. 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 Отлично, Иннокентий. Как зовут вас? Иннокентий. Кеша. Возвращение блудного попугая. Иннокентий, меня только бабушка зовет, так я Кеша. Кеша. Классное имя. Да, правда, вас всегда Кеша звали. Ну вот так вот, друзья, Кеша. Поначалу были другие варианты, а потом стал Кеша. Классно. Смотрите, Кеша, у вас прекрасное имя. Я уверена, что вы прекрасный человек. И я уверена, что ваша жизнь каким-то образом, быть может, переплеталась с поездами. Часто ли ездите и вообще, что нравится, что не нравится? Обожаю поезда. Честное слово. Мне кажется, это самый любимый вид мой транспорта. Как повезли меня в два месяца отруда, так вот все из поездов, и не вылезаю после этого. Кеша, а куда повезли-то? А куда повезли-то вас? Повезли на север к родственникам. А как-то, представляете, ехал из Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь. Так. И у нас была треть вагона, и такая душевная обстановка, наверное, самый необычный. Новый год у нас получился. Проводницы сели. Вишуре, да? И было, и человек 10. Все подоставали из своих рюкзачков какие-то курочки и салатики. Было интересно и душевно. Мне кажется, вот Кеша рассказал историю, мне говорят, как посадили в поезд. Так я потом, Сережа, стал проводником. Дорос до машиниста. Кеша. И вот я уже живу в Северодвинске. Почему нет? Мне кажется, неплохо. Кеша, подскажите, пожалуйста, чего не хватает поездам? Можешь что-то добавить? В российском? Да. Комфорта или уменьшенной стоимости билета, потому что есть комфортные поезда, но они стоят столько, что я не представляю. Кеш, ну это как ярославские маршрутки, вы, наверное, догадались даже. На самом деле, если ярославские маршрутки, Иннокентий, выросли в цене, то Федеральная антимонопольная служба обещает, что в 2018 году цены на проезд в поездах не изменятся, останутся по цене 2017 года. Поэтому можете ездить сколько хотите. Да, сколько хотите. У нас к вам вопрос. Хотели бы вы с нами поиграть? Конечно, я для этого звонил ребятам. Мы понимаем. Билеты в цирк или Ярославский планетарий? Цирк в планетарий. Космос, он пугает меня своими масштабами. Космос далеко. Космос далеко. Хорошо, давайте специально для вас самые поездатые Игры Разума. Ты смелая, конечно. Игры Разума. Поехали, Дёш. Я боялся это слово сказать, но рулю уже выдала. Кеша, несмотря на то, что Ксению сегодня отправят тоже куда-нибудь на поезд. На север. У меня есть такой вопрос. Смотрите. Вы со мной, Кеша? Да, да, да. А я с вами. А я с вами, Кеша. Смотрите, у многих художников, включая самых знаменитых и признанных, таких как, допустим, Пикассо, можно встретить изображение кого? Вот сейчас вопрос про цирк на самом деле. Ну-ка. Вот на их картинах. Пикассо. Да, можно встретить акробатов, воздушных гимнастов или жонглёров. Акробаты. А какие-то намёки, может быть, ещё у многих художников можно встретить кого-то. У многих художников можно встретить всех этих персонажей. Во многих поездах можно встретить Кешу, понимаете? Ну, хорошо. Давайте, знаете, как сделаем? Что больше всего может завораживать? Куда вы делись, Иннокентий? Только подсказку Кеша хотел дать. Кеша, вернись. Мне кажется, ты его обидел немножко. Опять ушёл. Иннокентий, перезванивайте нам, мы вас обязательно ждём. Но а пока, друзья, 744-600-348, группа ВКонтакте, первая студия. Надо застолбить за Кешей в цирк. Билет в цирк, да. Пока мы не разыграем его с Иннокентием, мы не можем себе позволить идти дальше. Друзья, ну, в плане розыгрышей, да? Да, давай. Мы с вами поговорим про поезда. Давай, я сюда очень... Раз уж мы с вами начали эту тему, я подготовила такой вот топ-5, наверное, поездов, которые считаются самыми дорогими, курсируют раз в год вообще, да? И, соответственно, надо накопить денег для того, чтобы на них прокатиться. Ну и первый поезд, я сейчас вам его покажу, мы попросим замедлить нам картиночки. Вот, смотрите, первый поезд – это Восточный экспресс. Я догадался, я фильм посмотрел. Абсолютно верно. А он стал вдохновением и местом действия романов, в том числе Грэма Грина, Сидни Шелдон и, конечно же, Агаты Кристи. Восточный экспресс начал курсировать между Стамбулом и Парижем в 1883 году. Это первый железнодорожный маршрут, соединивший Запад и Восток. Роскошный, современный, отделанный в стиле ар-деко. Восточный экспресс – первый поезд, в каждом купе которого появилась комната с горячей, ребят, и холодной водой. В 77 году 20 века, когда поезд уже сняли с рельсов, один дяденька Джеймс Шервуд заплатил еще 16 миллионов. Сейчас у нас следующую тоже картиночку мы покажем. Заплатил 16 миллионов долларов для того, чтобы разыскать и восстановить 35 оригинальных вагонов со всей Европы. И спустя 99 лет после своего рождения обновленный Восточный экспресс тронулся в путь. На борту Восточного экспресса запрещено носить джинсы. Это «А ужин в вагоне ресторан требует строгого дресс-кода, вечерней платья, смокинги и бабочки». А это экспресс «Голден Чариот». Один из самых красивых пассажирских ребят поездов, созданных по образу старинного голубого экспресса английской королевы. На самом деле очень круто. Это викторианский стиль, элегантность, первоклассный сервис, отель на колесах, удовлетворяющий самым изысканным вкусом. Он курсирует по Южной Индии. Это роскошь с индийским акцентом. Один из редких поездов, где есть спа-центр даже. Тебе заплатили, что ли, Ксюш? Ты так красиво рассказала, что я готов продать все. 5730 долларов стоит. Сколько? 5730 долларов. Я просто представляю, вот в этих поездах нефтяники в Чумень едут, понимаешь? Друзья, а это «Махараджас-экспресс». Самый дорогой пассажирский поезд в Азии. Копии индийского королевского дворца адаптированы для далеких путешествий. У каждого пассажира есть личный лакей. Внимание, готовы помогать 24 часа в сутки. В программу включены развлечения, выступления артистов и экскурсии к самым главным достопримечательностям по маршруту следования поезда. Билет стоит 6840 долларов. Нормально. А это? Много. Русский поезд под названием «Императорская Россия». Удивитесь прямо сейчас, потому что вот он появится, и вы не узнаете его. Покажите лавочки просто. Нет, не лавочки. Это самый известный сейчас и роскошный поезд, курсирующий из Москвы через Монголию до Пекина. «Императорская Россия» ходит по каждому маршруту только один раз в год. Своим названием он обязан уникальному интерьеру. Они созданы по дизайну состава, в котором путешествовала шцарская семья. Билет стоит 4900 евро. Вы представляете, там кулинарные мастер-классы, уроки игры на русских национальных инструментах, творческие мастерские и многое-многое другое. А это, друзья мои, экспресс «Золотой орел», тоже русский. Самый дорогой туристический поезд в мире, курсирующий по двум маршрутам между Москвой и Пекином, и между Москвой и Владивостоком. Во главе экспресс паровоз, но на всякий случай к поезду крепят электровоз. В день отправления на вокзале живой оркестр играет прощание славянки, конечно же, и часть пассажиров вагона в поезде – модернизированные купейные вагоны из ГДР. И еще 800 картинок, да? Нет, 14 395 евро. Ну что? Сколько? 14 тысяч. А вот скажите, вот знаете, как где-нибудь в отелях в Турции забирают с собой халаты, полотенца, шампуни, мыло, вообще полгостиницы оттуда можно что-нибудь унести? Я думаю… За 14 тысяч евро, Сережа. Слушай, вот у меня есть знакомые, которые есть фирменные поезда, и которые коллекционируют шторки с названием поездов. Он просто так аккуратный. Чик-чик и чик. Друзья. То есть снимает штору. Да. Не маленький, знаешь, когда вот закрывается так вот с половиной окна, вот с названием поездов. Давайте примем звоночек после информации. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Аня. Анечка, расскажите нам, пожалуйста, как дела обстоят с поездами? Нормально. Ну, в смысле, вы часто на них ездите? Ну, в последнее время нет, а раньше раз в год. На 8,4, кстати, пассажиропоток на РЖД сократился в этом году, поэтому вы, видимо, повлияли на это каким-то образом. Анна, а вообще, любимое путешествие в поезде вспомните? Ну, или какая-то поездка. Наверное, первый раз в 14 лет, когда меня моя любимая бабушка повезла на Украину, в Одессу. В Одессу. О, это... А вот там остановочки с пирожками, Ань. Были. Были. Там вот эти... Брусничка. Вот эти соленья, понимаешь, что тебе будет плохо после этого, но ты берешь и ешь, понимаешь? Мне кажется, соленья не ела, но кукурузу брали в морозе. Кукурузу просто мешками можно увозить. А правда, что попутчики в поезде становятся лучшими друзьями на момент переезда? Ну, не все и не всегда, бывают разные. Ну, только один вагон, да, остальные 18 так себе? Ну, у вас какой был случай? Был какой-нибудь, да. Позитивный, неприятный. Не, что не ездила, мне все время везло, как бы, тсу, но все было хорошо всегда. То есть вам, к вам, бывало, не везло, жаловались. Вопрос у меня к вам. А кондиционеры биотуалеты должны появиться в поездах, как завещала Федеральная антимонопольная служба? Думаю, да. Обязательно. Потому что, ну, жарко же летом, сумасшедшие. Я, кстати, могу потом рассказать историю. Я ехал тоже в поезде очень долго, и мне было жарко, я ехал на второй полке, открыл окно вместо кондиционера. И тут же сказали. И шел ливень, огромный, шел прямо ливень, и я проснулся весь мокрый, меня женщина разбудила, молодой человек. Вы как себя чувствуете вообще живой? Это душ был. Анечка, я с вами полностью согласна в этом плане. То, что нужно обязательно установить кондиционеры и биотуалеты, потому что вот это вот, как это называется? Остановка-то. Ну, санитарная зона. Санитарная зона, да. Биотуалеты позволяют не мучиться. А санитарная зона, это проблематично. Анечка, смотрите, у нас есть сертификат на посещение Звездного зала, просто первый розыгрыш мы заявили, но так не играли, что... Кеша. Кеша, да. Кеша улетел. Ну, просто он нам первый раз. Нет, все, Кеша не успел, я думаю, что все как бы. Ну, мне кажется, мы должны попробовать дать ему шанс, дозвонится ли он после Анечки. Ну, ладно. Да, Анечка, давайте с вами попробуем на билеты в Планетарий, в Звездный зал, там красиво. Очень хочу. Давайте. Анечка, вы благородный человек, я вам могу сказать. Наверное, молодец. Когда еще Кеша повезет, да? Кеша сейчас должен набирать наши циферки 744-636, а пока Леша. Итак, Анечка, смотрите, 100 лет назад на вокзалах во Франции кое-что запретили, да? А вот что вам сейчас нужно будет понять. Запретили провозить большие чемоданы. А, кстати, это сохранилось и по сей день, да? До сих пор, ага. Да, да, провозить большие чемоданы, провозить животных, целоваться, либо обниматься перед отправкой поезда. Во Франции? Да, я посмотрю, правильный ответ. Какой правильный ответ? Вот этот. Вот этот вот, да? Да. Ну, смотрите, давайте, почему 4 варианта я вам дал? Давайте 3 дам. Давай. Целоваться, обниматься, либо провозить животных. Давайте, Анна, подумаем. Вот я сегодня начала с момента романтического настроения своего в связи со снегом. Может быть, 100 лет назад на вокзалах Франции тоже было так романтично. Ну, вот во Франции, представляете, там же Франция, это же... Серёжа, подожди, родина, вот именно... Того самого, Николасанова. Анечка. Обниматься? Ну, французский что? Целуй. Вот, а знаете, а почему запретили целоваться? Как вы думаете? Ну, просто, вы уже победили, а почему запретили целоваться? Опаздывают на поезда? Серёжа, подожди. Точно. Что? Опаздывают? Опаздывают на поезда? Всё верно, Анечка. Увлекаются люди, и всё, поезд ушёл, как говорится. Следующий через сутки. С другим берегом. Анечка, мы вас поздравляем, вы взяли и забрали у нас билеты в звёздный зал Ярославского планетария. Вы рады? Да, конечно, очень рады. Давайте с вами порадуемся. Ибо вам большое. Ура! Ура! Анна, только не опаздывайте, на ветру холодно. Абсолютно верно. Опаздываю. Конечно. И обязательно передавайте приветы. Всем привет, кто меня узнал. Так. Вам обязательно привет. Спасибо. Спасибо, что вы есть. Спасибо. Моему любимому мужу. Обязательно. Мужу вашему, нашему любимому, тоже передаю привет. А вы, кстати, вдвоём и сможете сходить? Да, да, там на двоём. Там очень красиво. Романтика, Анна. Мы погадали. Анечка, не кладите, пожалуйста, трубочку, расскажем, как забрать билетики. Друзья, ну смотрите, мы сегодня с вами обсуждаем поезда. Иннокентий, дозванивайтесь до нас. Мы вам ещё чуть-чуть придерживаем билетики. Если не дозвонитесь, то, увы, ях, мы будем разыгрывать его следующим дозвонившимся. То есть мы и так пытаемся и как можем вам помогать. Ну а сейчас настало время гороскопа. Давайте быстренько прочитаем, что ждёт нас сегодня. Гороскоп. Поехали. Полетели овны. Сегодня тратить деньги будет чрезвычайно легко, в том числе и на благотворительность. Тельцы, повышенная чувствительность сегодня благотворно отразится на личных, так сказать, отношениях. А вот близнецы, осторожно, сегодня шанс на провальную сделку или неудачные переговоры весьма велик, к сожалению. Это, кстати, Кеша, мне кажется, близнец. У него провальная сделка, которая уже с нами была. Раки, звёзды, советуют сегодня проявлять крайнюю осторожность в общении, особенно с малознакомыми людьми. Это очень полезная информация. И львы, полёт фантазии вынесет вас на своих крыльях к успеху. В том числе и материального характера. Ребята, я побежал. Полетел. Сегодня посложнее гороскоп, нежели вчера. Дева, сегодня может возникнуть конфликт абстрактных идей, типа политической позиции или религиозного воззрения. Весы. В ваших отношениях с друзьями и близкими наступит период благополучия. Поздравляем вас. А скорпионы, сегодня вы почувствуете тягу к участию в массовых мероприятиях и научных дискуссиях. Всё в точку сегодня прям. Стрелец. Всё, что связано с тайной, мистикой, религией, будет неимоверно привлекать вас. У меня маленький стрелец там шкаф дома собирает. Что же за мистика? Ну, расскажи ещё что-нибудь, потому что мало мы о тебе знаем ещё. Откроется дверь и выйдет там. Козероги. Ваши любимые демонстративные действия сегодня обязательно будут результативными. Козерогов-то прочитала, да? Молодцы, Козероги. Водолей, адекватное восприятие реальности не будет сегодня характерно для вас. Постарайтесь не переусердствовать. Ой, бедные рыбы, осторожны сегодня со здоровьем. Возможно, как невероятный диагноз, так и неудачное медикаментозное назначение. Это из программы «Здоровье», что ли? По рыбке аккуратнее. Держите себе рука. Орви гуляет, поэтому ремонтчиком. Звоните в первую студию, мы вам и здоровье подправим, и настроение улучшим. Друзья, давайте, 744-636 сегодня говорим о поездах. Звоните, пишите нам в нашей группе ВКонтакте. Ну а пока реклама, скоро вернёмся. В эфире «Первого Ярославского» утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Ну что ж, друзья, сегодня продолжаем с вами говорить в «Первой студии» о поездах. На самом деле, тема важная, потому что в преддверии новогодних праздников хотели задрать цену на наш замечательный проезд. А вот Федеральная антимонопольная служба взяла и всё. И обязала кондиционеру установить и биотуалет. И у нас есть звоночек. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Вика. Вика, ну расскажите нам, пожалуйста, Вика, о том, как у вас отношения с поездами складываются. Ты так спрашиваешь, Ксюш. Нравятся вам поезда, Вика? Очень нравится. Ну-ка. Вот последний раз ездили на юг в Адлер. Очень здорово мне. Ну, вообще, вот предпочитаю лучше поезда, чем... Это, наверное, говорит человек, который ехал в купе. Купе, да. Плацкарт или купе? Ну, конечно, с детьми, да, купе. Купе, конечно. А плацкартик вообще? А плацкартик, если одна или вдвоем. Да, потому что я думаю, что с детьми это нереально просто. В плацкарте романтично. Это нереально. Да, да, да. Весь вагон. Просто о твоей жизни, о твоих детей будут знать все, прям, мне кажется. Да, да. Просто ребенок расскажет все о тебе, о твоей жизни, о семье, еще где-нибудь курочку принесет. Вот, смотрите. Да, 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 но еще плюс комфорт, как бы. Конечно, да. Это как бы немало важно. Вика, расскажите, пожалуйста, о том, чего не хватает нашим русским поездам. Ну, вот мы сейчас показали с вами замечательную иллюстрацию о том, какие бывают русские поезда. А вот мы с вами ездим совсем не на таких. Вот чего бы хотелось с вашей точки зрения добавить в них? Или убрать наоборот? Телевизора и, ну, действительно, кондиционера, чтобы он постоянно всегда работал. А в телевизор первую студию запустить круглосуточно. Вадлер, побуди Вадлер. Мне кажется, мы бы могли скрасить ваш поезд. А вообще, были у вас какие-то интересные попутчики? Ну, в последнее время нет. Ну, только мы с семьей. А они у меня самые интересные попутчики. Это правильно, кстати, вот сейчас. Вик, смотрите, а что предпочитаете брать с собой в поезд? Я вот про еду. А, ну, Сережа, тебе давно надо уже как бы забыть об этом. Мы помним, да, и там курочка, яички, там вот эти роллтоны. Вот вы что берете? Картошечка, колбаса вот это, а? Спросите Вику. Вот картошечка, колбаса, вот это все. Ну, если куда-то далеко ездишь, то, конечно, что дольше хранится, то и берем. А вагон-ресторан, допустим? А в ресторане, а почему нет? Они же едят. Я ни разу не была. А почему можно и в Ревизе, конечно? Можно, да. А кто-то горяченького поесть. Горяченького поесть на все деньги, которые у тебя с собой, понимаешь? Под подушкой там. Потому что я говорю, я однажды ехал в поезде, и я потратил все деньги в вагоне-ресторане на обед и ужин. А в лотереях жилищных участвуйте. Просто я недавно ездила, и проводницы как бы раздавали мне эти билеты. Жилищные в вагоне? Участвуйте, берете эти лотереи? Нет. Слава богу, я тоже не беру. Вика, как мы с вами похожи. Давайте, Иннокентий, до нас не звонился. Один и тот же человек, Ксюша. Я просто пыталась, пыталась, но все-таки дозвонился человек. Я хотела разыграть. Но ничего не получается, что Виктория дозвонилась. Хотите в цирк или Иннокентия будем ждать? Очень хочу. У меня у дочки будет день рождения, и если получится... Давайте, давайте с вами попробуем. Все будет по-честному. Давай, Леша. Мы Леша узнает вопрос про цирк. Эх, ладно. Давай. Это что? Смотрите. Сложный вопрос? Сложный вопрос. Давай. Я просто забыл правильный ответ. А, вспомнил. Смотрите. Что-то наподобие современного цирка появилось во Франции. Я об этом уже говорил вчера. В 18 веке. И значит, в 1774 году... Ну-ка. Два человека. Я не буду говорить, кто они, потому что сразу поймете. Два человека из Англии, вот именно во Франции, устроили. А устроили что? Устроили представление с каковыми лошадьми. Так. Устроили родео с быками. Так. Либо устроили акробатическое представление. Во Франции. Во Франции. Родео с быками. Повтори вариант ответа. Ты уже один вычеркнул, Сережа. Я помогаю. Значит, устроили представление с каковыми лошадьми, либо акробатическое представление. Либо родео с быками. Может, вам понравился этот вариант. Как вариант? И вы думаете, что во Франции вполне себе они могли оказаться, хотя это очень сомнительное. Акробатика или лошади? Франция. Франция. Ну, наверное, акробатика. А если еще подумать? Ну, вдруг. А если еще подумать, у вас остается один вариант ответа, да, вот. Лошадь или лошадки. Наверное, в Франции лошадки может быть. Акробатические лошадки, что-то такое получается. Ну, там же они же могли еще делать какие-то акробатические номера на лошадях. Следующая стадия превращения этого номера. То есть можно считать, что это был правильный. Вот, наверное, они акробатические номера на лошадях, может быть, и представляли. Вот. Почему нет? Вот. Джигиты. Вы молодец, я вам могу сказать. Хорошо, хорошо. Вика, когда у вас день рождения? У нас в субботу. В субботу? Да. Будет? Будет. Я просто не знаю, в субботу это вот это число? Или не вот это? Да, это 18 число. Все? Все совпало. Мы дарим вам подарок на день рождения. Прям все совпало. Ничего не планируете на 12 часов утра. Ура! Спасибо вам огромное. Вика, передавайте привет и поздравления. Передаю привет вам. Спасибо. Большой-большой, чтобы у вас был хороший, добрый, теплый денечек. Постараемся. И давайте Иннокенчу передать им. И моей семье тоже. Иннокенчу вам тоже привет. Желаю вам в следующий раз звонить. Будет стараться. Вика, не кладите, пожалуйста, трубочку, расскажем, как забрать билеты. Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем говорить о поездах. И прямо сейчас та самая песня в тему. Я люблю творчество Алены Апиной, потому что в честь ее творчества назвали меня. Поэтому сейчас... Тебя назвали Аленой. Аленой или электричкой? Ксюшкой. А сейчас электричка. Субтитры добавил DimaTorzok В городе осень и дождь излякоть Ну как тут не плакать, как тут не плакать Как тут слезинка, с ресниц не капать во тьму Ты всё сказала, ты всё сказала ему на прощанье Там у вокзала сердце устало, но видно мало ему Ну что же, плачу порога, девчонка не дотрога Жизнь разделила железная дорога Странной звездою горит зелёный симопон Он уехал прочь на ночной электричке В темноте шагов ты всё ждёшь по привычке Осень и печаль, две подружки-сестрички Рядом с тобой, этой ночью не мой Он уехал прочь на ночной электричке Горется курить, да промокли все спички Осень и печаль, две подружки-сестрички Девочка, плачь, всё пройдёт весной Серёженька, не плачь, всё пройдёт весной Именно с такими словами, Серёжа, я хотел бы Попокинула нас Я хотел бы начать эту минуту Друзья, у нас просто великолепный гость Красивый, загорелый и с сюрпризом, как он сказал Михаил Албулов Но все козыри оставил напоследок Доброе утро, друзья, доброе утро, первая студия Ого, какой Миш, просто мы с тобой знакомы давно Но я почему-то даже не знал, что ты работал проводником в поездах Или в одном каком-то поезде Да, действительно, я работал проводником Мы катались по маршруту Свердловск ещё тогда Это Екатеринбург, Адлер Туда-обратно, путь занимал примерно неделю Ты прямо говоришь, как на тромальчике прокатился Я говорю, туда-туда катался, неделя? Да, неделя, причём у меня был личный рекорд Это 13 дней в поезде без вывозда 13 дней, а что ты делал там? Продавал чай Раздавал постельные, проверял билеты Разруливал конфликты, мыл туалеты Ну и много-много другого, чем ещё занимаются проводники Кстати, давай о конфликтах О чём спорят в вагонах? Ну то есть, какие конфликты Чаще всего были в поезде? Вагонные споры, последнее дело Ну, на самом деле, как-то мне повезло Жёстких каких-то конфликтов, прямо я не припомню Единственное, что это детские группы То есть, когда целая группа детей И там уже какие-то конфликты между ними Там, отдай мою машинку, там, отдай мой самосол А тут мама подключает, я тебя сейчас высажу на следующей станции Серёжа, я тебе ещё такого... Я тебя сейчас высажу на следующей рекламе, Серёжа Продолжай Миш, скажи, пожалуйста, вот, ну правда, вот, тяжёлая работа быть проводником, или... Работа достаточно... И почему ты ушёл? Работа достаточно тяжёлая, но интересная Почему ушёл? Ну, потому что закончился контракт То есть, я был студентом, у меня было два лета студенческой практики Но я подумал, почему бы не поездить? Это же романтика, это интересно Не надо квартиру снимать, да, платить деньги, можно жить в поезде 14 дней 14 дней Ну, там давалось общежитие на время практики Ага Но общежитие на колёсах откуда интереснее То есть, там платили деньги прям? Ну, конечно Ну, не говори сумму, ну, как, нормально платили, нет? Ну, Серёга думает менять работу, я вот думаю, куда парня пристроить После рекламы сразу пойти Хорошо платили, по студенческим временам очень даже хорошее подспорье было Да? Да Как форма? Форма наверняка же была проводника Форма, да, целинки обязательно с нашивочками, там, рубашки, белые, голубые рубашки, там, всё вот это А вот, Роман в поезде был у тебя? Всякое бывало Хорошо, что тебя не смотрит жена сейчас, да? Она увидит потом в записи, ну, что говорить, это было давно Я просто не хочу разрушить у себя жизнь, шучу Она всё равно всё знает Вот, 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 мы тебя видим О, да, 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 да Плажок Вот совершенно другой человек, ещё такой неоперившийся Это мы на южной станции, да, Адлер, Сочи, Туапсе, вот эти все Мне кажется, с тобой начинали говорить на английском, да? Я каждый раз выходил, у меня было ощущение, как будто бы перед выходом на сцену То есть для меня было важно хорошо выглядеть, там, с улыбкой, с добродушием, но люди-то всё равно смотрели на другое Они видели... На что, Миша, на что? На форму смотрели Неприбранный вагон, неразвешенные шторы Я помню свой первый рейс, своего крещения, это, конечно, было А вот самое классное воспоминание из вот этой жизни в поезде какое? Это те пассажиры, на которых мне очень везло, которые мне помогали в мой самый первый рейс То есть когда я пришёл к неприбранному вагону, неразвешенным шторам И одна из женщин среди пассажиров говорит Давайте я вам помогу Я думаю, вы что, издеваетесь надо мной? Она говорит, нет, я проводник, я в отпуске, я буду вам помогать А у меня по привычке это всё, просто понакатанное в крови это Увидела вагон, надо помогать Серёжа, твой путь нам понятен А что за боевое крещение? А вот оно и было боевое крещение А то есть ты пришёл, ты не понимал, что делать, не знал, что делать, либо не успевал? У нас были курсы, ну курсы, это же всё теория Когда приходишь и сталкиваешься со всем с этим На практике? На практике, когда перед тобой там 52 или даже 36 пассажиров И все чего-то хотят А когда титан будет растоплен, а когда чай, а когда постельная, а билеты И вот ты сталкиваешься со всем вот с этим Но как говорила наша первая начальник поезда Ребятки, сейчас сядем, колёсики закрутятся и всё будет хорошо Сейчас сядем, колёсики закрутятся Серёжа, и у тебя всё тоже будет хорошо, родной мой человек Я уверен, люди отличаются, которые едут в отпуск Допустим, да, и из отпуска По настроению Конечно, отличаются, потому что, когда едешь из отпуска, хочется сохранить всё то, что ты получил Но градус один и тот же, я могу сказать Думаешь? Я уверен Я тоже ехал в поезде как-то Я частенько заботился о тех градусах, которые в Титане Слава богу, когда везло, когда был электротитан А у нас ещё были титаны, которые нужно было топить деревом, углём тоже Ну... Продавал жилищную лотерею, скажи? Нет, лотереи тогда ещё не было Мы продавали чай, чайная, то есть это конфетки, бараночки, печенье И за это за всё отчитывались Я понял Ты сегодня с собой чай принёс по привычке Типа, ребята, купите чай Чай, шоколад Давай к этому К сюрпризу Козырь, козырь Я с собой принёс кое-что поинтереснее То, что является неотменной спутницей Любого поезда Любого проводника Чаепитие А ты, кстати, играл на гитаре в поезде, скажи? Я был тем проводником, который каждый второй день выходил в проход плацкартного вагона Да ладно? Садился с гитарой Более того, я по прибытии на конечную станцию И собирал деньги, да, потом ещё после этого? Похоже, заработали Они сами давали А, сами? Реально? Правда? Это был мой первый концертный гонорар Какую заказывали чаще всего композицию, ты мне скажи? Мурку можешь? Ну, шутки шутками На самом деле было написано очень много песен, которые я написал сам Именно в поезде Под стук колёс Под стук колёс Колёсики закрутились Я бы хотел передать привет от Свердловского резерва проводников, где служил тогда Ярославскому резерву и всем тем проводникам, которые нас сейчас видят Они нас, конечно же, видят Сто процентов Ну или посмотрят записи Давай Доставить безопасно Комфортно и прекрасно С чайком горячим, с теплотой Улыбок Задача не из лёгких Но с нашей подготовкой Все сделаем легко и без ошибок А впереди дороги Я жизнь Как замечательный Рейс дружбы Мне почему-то захотелось тебе дать денег, как в поезде Круто Миш, это просто нереально Альбом выпустил, я вам хочу его сейчас подарить Он у меня есть тут с собой Ну мы сейчас уйдём на рекламу и новости от коллег, как это правильно принято говорить И обязательно подаришь Друзья, у нас был в гостях просто невероятный человек, который не просто Я бы сказал, работает с музыкой Классный музыкант Он классный проводник Он прошёл все боевые крещения Миш, спасибо тебе огромное за то, что Ну тебе, кстати, привычно вставать по утрам, как и в поезде Друзья, у нас в гостях был наш друг и, может быть, даже чуть-чуть коллега Михаил Алблов Спасибо, друзья Спасибо, первая студия Спасибо, Ярославль Спасибо, что пришёл А сейчас реклама и новости от коллег Не переключайтесь, пожалуйста В эфире Первого Ярославского Утреннее телерадио-шоу Первая студия Друзья, ну что ж, Первая студия продолжает свою работу И с вами до восьми утра будем мы, Серёжа Воронин, Лёшенька Торха И проводница Ксюша Рулёва Друзья, мы сегодня действительно обсуждаем поезда Мы узнали от вас очень много важной и интересной информации о том, чего хотелось бы добавить В том числе и кондиционеры, биотуалеты То есть вы абсолютно согласны с Федеральной антимонопольной службой И это не может не радовать Ну а мы хотим вам рассказать о том, что до конца этой недели И всю следующую неделю мы будем разыгрывать пригласительные в цирк Поэтому звоните нам, пишите нам Особенно Кеша 636 Иннокентий Подключайтесь к нашей беседе Уже две недели, будем полторы разыгрывать Смотрите, что мы будем делать Будем разыгрывать пригласительные на новое цирковое шоу Гиппопотамус от продюсерского центра Геи Радзе Хотите получить незабываемые эмоции И весело провести выходные Тогда ждем, 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 ждем всех в цирке Друзья, давайте, звоните, пишите нам Будем разыгрывать, но не сегодня уже Сейчас нам просто на тему звонить Белье давать будут, скажите? Конечно А вафельки с чаем Шоколад, чай А мне, кстати, нравятся вот эти подстаканники Они такие модные Я всегда мечтал себе нет-нет, да и взять подстаканничек Это винтаж уже Но я же понимал, что меня заметят Друзья, у нас есть группа в контакте Мы там очень активничали в течение нашего эфира Давайте с вами прочитаем все, что наши любимые телезрители любят поговорить о поясах Вот сейчас чувствую, что у тебя нет губ, Ксюша Да-да-да, я сегодня прям вместе с губами потеряла вообще дар речи Владимир Гречищев достается мне Доброе утро, я, конечно, наездился и на поездах, и налетался на самолетах Но на поезде, что хорошо Можно много чего увидеть Познакомиться с хорошими людьми, которые до сих пор меня помнят и помогают в трудные минуты Случаев много было, так все и не расскажешь Но скажу одно, в поезде весело ездить Василий Митерев, да, доброе утро, первая студия Я каждое лето езжу на поезде в деревню У меня любимая девушка работает на поезде проводницы Самара-Санкт-Петербург-Уфа 337 Зовут Ольга 337 дней в году работает Оленька! Это не так часто Николай Гаврилов нам прислал фото Вот что недавно приехал на вокзал Паровоз настоящий, живой Так что заходите в нашу группу, там смотрите Но паровоз реально хороший Светлана Сидорович, доброе утро Всем отличного настроения Если следовать в поезде куда-то, то за новыми впечатлениями и хорошестями Мы с вами согласны Роман Кассиян, собственно говоря, его знают многие и в поезде Поезда это прекрасно, в детстве только на поездах по 10 раз в год Сейчас домой на север, в Ухту, всегда на нем Хотелось бы, чтобы обновили весь парк вагонов, конечно А то порой билетики недешевые, на что деньги уходят не совсем понятно Затронул социальную тему Роман Но в целом Плацкарт это свое государство с кучей историй и случаев Один раз ехали и соседний вагон загорелся Благо быстро потушили на ходу Там был у них Брюс Уиллис Видимо, да Благо быстро потушили оставшееся время и дышали запахом от костра Хорошо, походный такой поезд Кто-то не выдержал, пожарил шашлык Иван Кочев пишет Здравствуйте, у меня вот такое мнение сложилось Все поезда, отправляемые из Ярославля, всегда придерживают самое медленное направление Он считает, поворчать решил Иван, немного взять поезда до Питера Ужас на станции стоит под часу, где наши сапсаны и ласточки Все крупные города связались с красными движениями, кроме нашего Ярославля Ну, Иван, все впереди Есть свое мнение На самом деле, очень классно, что вы поднимаете такие темы Смотрите, приветики Владимир Гречичев, всем доброе утро, прекрасного дня Большой приветик вам, моя дорогая и любимая первая студия Большой привет моей маме и моей любимой Большой привет всем, кто меня узнал Роман Касьян, привет, котаны Hello издалека и из вчера У него еще вчерашний день в Штатах Теперь первую студию смотрели из-за океана официально Верните поезда Рома, вот ты испалился Рома, я верну себе губы, как найду свою помаду Просто немножко потерялась она где-то там Но я обязательно все сделаю Рома сфоткал И часы, как бы, взял в кадр Из вчера Михаил Краев пишет Всем доброе утречко и пусть хороший утренний настрой Сохранится таким же до самого позднего вечера До самого позднего вечера У нас поздний вечер, это два часа дня уже Михаил, друзья, но у нас, я так понимаю, есть звонок? Есть звонок у нас Доброе утро Давайте, примем, доброе утро Доброе утро Утро доброе Алло, алло Доброе утро, прорвались, наконец Как зовут вас? Анна Расскажите нам, Анна, часто ли ездите на поездах? Вот сейчас я уже давненечко не ездила Раньше с матерью, с бабушкой Мы на Украину часто ездили В Сочи ездили Ну, в Москву вообще каждую неделю раньше ездили Когда я маленькая была За колбасой? Да, за всем За игрушками, за конфетами А что больше всего вас привлекало в поезде, когда вот вы ездили? Да, в принципе, атмосфера тогда была Почти никто не выпивал Ну, как-то нам попадалось Много кто ездил тогда с продуктами в то время А вы знаете, что сейчас тоже запретили в поезде абсолютно все вот напитки вот эти вот С содержанием Да, можно из-под стола Ну, это опять-таки, если тебя заметят, подойдет проводник, скажет Я скажу, я ведущая первая А я, 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 Ксюша Лёш, смотри, весь авиадебошир, а вот дебоширы в поездах В поездах? Ну, я думаю, что в поездах, со мной Анна согласится, там другая культура чуть-чуть, Серёж А то очередь бывает выстраивается Правильно, я абсолютно с вами согласна А что людям для счастья надо? Анечка, давайте сами передавать привет, потому что разыграть у нас и нечего больше Мы всё уже отдали Ничего страшного, у меня просто день рождения будет у младшей дочки Давайте А у старшей 30 ноября Давайте, вы будете нам дозваниваться и поздравляться Да, обязательно Передаю привет, конечно, всей первой студии, конечно, жива Спасибо Всему городу Ярославлю, погода сегодня хорошая, свежо, красивый Да Главное, на улице не выходить Всем хорошего настроения, вам удачного дня Спасибо огромное, Анечка, за положительный настрой в первой студии Ну, а сейчас Серёжа Воронин добавит немножко жару Жару добавил Потому что в Индию мы отправимся Посмотрим сначала, как у нас путешествуют на поездах Женщины, причём, идианочки Смотрим, заходят Причём отдельные поезда у нас там для мужчин Заметьте, никто не целуется, да? Никто не целуется Смотри, как запрыгивают просто на ходу Причём это девушки, женщины Штурмуют вот так поезда в Индии А почему? Потому что, видимо, редко ходят Очень сильно редко ходят, по всей видимости Большое, видимо, население Я же видел картинки, они не только как бы... Отправляются в столичные города, да? Такие центры из районов И вот такой... Есть же очень много картинок, Серёж, да? Где вот как раз в Индии они едут и на крышах И где только они не располагаются Вот ты представь, ярославскую машинку так бы... Ну это, кстати, московское метро в час пик, понимаешь? Примерно так это всё и выглядит Ну, женские, а там одни женщины, да? Это женский поезд Это, да, отдельный женский поезд Ну, либо остановка на Богоявленской площади в час пик В троллейбус Ты представь, бабушки, они тебя посадят сами Как бы занесут... Ботоком Ты переставь передать за проезд Да Друзья, ну а у нас остаётся очень мало времени Очень мало Поэтому я думаю, что горячий стул Закончим им сегодняшний эфир Поехали, горячий стул Горячий стул Давай, Серёженко Ну что, поехали быстро, Алёша, тебе вопросы Готов, пара? Да не играй в эту игру, матч Какую песню напоминает стук колёс? Только! Что будет, если пройти вагон-ресторан Через вагон с туристами из Китая? Ничего не будет, просто тебе продадут всё, что у них есть Что снится проводницей в рейсе до Владивостока? Рыба Продолжи песню Я свой вагон люблю А вот этот я не очень Таких, как мой Нет нигде Везут в нём всё Что ни попадя А я потом Парадам тебе шаурму Где хранятся подстаканники? Под стаканами Самая непопулярная еда в поезде Мёд Чай, ласточка, стрела, молния Какое ещё название можно придумать в поезду? Коко Джамбо Что заставит тебя взять два комплекта белья? Ты А какой машине мечтает машинист и почему, Лёш? О новых Жигулях Почему? Потому что там едешь и тоже чух-чух-чух-чух, понимаешь? И там такой же гудок Это был шикарный горячий стул Я считаю, что можно поаплодировать за вопросы и ответы Вы большие молодцы Но я надеюсь, что когда-нибудь вы возьмёте меня в свою тусовку Я с вами тоже немножко поиграю Но на тебя бельё мы не возьмём Друзья, на самом деле В Тюмень хотел съездить, но Сегодня очень классный эфир у нас с вами получился Спасибо огромное за мнение Всё было очень интересно Было очень круто Несмотря на то, что мы с вами много чего не успели рассказать Не переживайте Увидимся уже завтра В среду Всё расскажем И этот форк жду тебя, Иннокентий До завтра Мы будем скучать Кеша В эфире Первого Ярославского Утреннее телерадио-шоу Первая студия Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...